Пам-пам, Карина у микрофона! Такой пиздец, все спорят о том, где лучшая версия первой части Battle Toads. Одни говорят на NES, другие говорят, нихуя это Sega. Бля, я не понимаю, как столько лет можно было не замечать по-настоящему самый пиздатый вариант первой части? А такой есть на консоли Omega CD32. Уже по названию консоли ясно, что Sega и NES соснут, потому что это 32-битная игра. Да, думаю уже всем очевидно, что самая охуенная жабка была на Амиге, и можно заканчивать обзор. Но боюсь, за обзор такого размера вы мне напишите, что я в крае обленилась и охуела. Поэтому я все же разверну свою оценку подробнее. Во-первых, графон. Это просто охуенно! Какие в пизду с Sega и NES! Версии для Амиги можно включать не для того, чтобы играть, а только чтобы наслодиться 32-битным графоном. Просто ходить, смотреть и охуевать с таких красот. Во-вторых, переработанное управление. Здесь вы не будете путаться в кнопках, больше вы не будете орать... Сука, что за хуйня? Это не кнопка прыжка! Блядь, я уже хотел ударить! Блядь, снова не та кнопка! Здесь самое интуитивное управление, в котором нет нихуя лишнего. Также я отмечу, что звук ударов, наконец, нихуя не сливается с музыкой. Блядь, это не описать, но это такой кайф, когда четко слышно звуки игры, и также четко слышно музыку. И они друг другу не мешают. И, конечно, музыка с диска с легкостью разъебывает Sega и NES. Кроме того, в игре есть целых два эксклюзивных уровня. Ебать, какие они классные! Особенно полет в пещере. Боссы выглядят гораздо серьезнее. Посмотрите только на Клингер Вингера. Разве это может сравниться с той хуйней, что была на NES? Это просто пример. Здесь каждый босс выглядит намного брутальнее, чем на 8B 16-битных играх. Каждый удар звучит сочнее. Каждый трек звучит охуеннее. И каждый уровень шокирует тем, насколько он лучше стал на 32 битах. Моя оценка 10 из 10. Самая охуенная версия жабки. Всем пока!